Доклады для дизайнеров Офигеть! Вместе со мной четверо я насчитал. Ну окей. А кто из вас разработчики? Класс! Я тоже руку поднял, потому что иногда тоже нажимаю на кнопки на клавиатуре, а не только мышкой двигаю. А кто из вас сделал анимации? Давайте уж. Класс! Хорошо. Ну, собственно, у меня в докладе не будет ни одной строчки кода. Я для того, чтобы соблюсти хотя бы формат, тоже передам привет Андрею Ситнику. Вот. Но на этом как бы это самое близкое, что у меня будет к коду в докладе. В коде вы понимаете больше меня, поэтому мне нет смысла вам его показывать. Вот. Я вам лучше расскажу о том, что этот код должен делать. И на анимацию можно смотреть с двух сторон. Можно посмотреть с точки зрения дизайнера, задаться вопросами о том, собственно, какие задачи в интерфейсе анимация будет решать. Как она привлечет к чему-то внимание, что-то объяснит, сделает что-то более реалистичным или просто развлечет. Можно посмотреть с точки зрения разработчика, как сделать, чтобы все это не тормозило, чтобы работало на разных устройствах, чтобы физика того, что происходит, была похожа на правду. Наверняка есть какие-то еще вопросы, о которых я даже не догадываюсь. Но я хочу посмотреть на то, что находится посередине. Это вещи, которые относятся непосредственно к дизайну анимации, но при этом их делают своими руками разработчики. И на то есть две причины. Во-первых, иногда разработчик просто приносит макеты, статичные картинки вместо видео и как-то на пальцах, на словах, стрелочками или как-то еще объясняет, что здесь должно происходить. А вам это потом приходится реализовывать. Вторая причина, даже если дизайнер уже освоил какие-то современные инструменты и может даже нарисовать анимацию прямо в виде видосика принести, все равно очень часто разработчику приходится ее как-то изменять именно для того, чтобы решить всякие технические задачи, сделать, чтобы все это работало плавно, хорошо. И ему все равно своими руками приходится это делать. И, возможно, это будет отличаться от того, как дизайнер это придумал. То есть в результате анимация все равно окажется ровно такой, какой ее сделает разработчик, чего бы там дизайнер себе не придумал. Но перед тем, как говорить о том, как ее делать, все-таки хочу еще раз вернуться к этому слайду, из которого я зачем-то забыл брать вот эту букашку. Тут она уже не нужна. И, собственно, сказать, зачем нам эта анимация нужна. Я вижу вот такие четыре уровня, на которых анимация работает. И первый из них, такой самый главный, самый важный и самый первый вообще, какой появился, это анимация для привлечения внимания к чему-то. Собственно, так устроено наше зрение, что мы всякие движущиеся вещи замечаем среди неподвижных очень быстро. Это нам помогает от всяких опасностей уворачиваться. И этим можно пользоваться, если у вас есть, например, куча текста, в нем не сразу видишь, где находится курсор. Если этот курсор мигает, мы его сразу же видим. Ну или то же самое, если у нас выпрыгивает какая-нибудь иконка в доке, мы ее сразу же замечаем. Следующий момент касается объяснения. То есть анимацию в интерфейсе используют для того, чтобы объяснить, что сейчас произошло, куда делся какой-то элемент или как взаимосвязаны какие-то элементы. Например, если открыть на Mac папку, она вот так вот разворачивается и вот так вот сворачивается. Это нам помогает понять, откуда она взялась и куда переместилась. Реалистичность связана с обратной связью, с ощущением непосредственного взаимодействия с элементами на экране. И особенно это важно в случае со всякими тач-экранами. Здесь ужасного качества видео, которое демонстрирует появление инерционного скроллинга на айфоне. Собственно, вот чтобы это сделать, нужно понимать физику. Это пример из ангстрема, конвертера единиц, который мы делали с Шуриком Бабаевым. Здесь вот… Ой, что-то произошло. Ну-ка. Сейчас тут должен пальчик нажать на знак равенства, но почему-то… Ну, видимо… Сейчас. А, вот. Вот видите, они вот так вот умеют распружиниваться. Ну, и, наконец, четвертый уровень — это шоу. Тут никакого такого прагматичного смысла в этом нет обычно, но люди любят всякие зрелища, ходят на выступления акробатов, на всякие фейерверки, на авиашоу. Это просто то, что людей радует. Ну, тут тоже такой классический пример из Мака. Это когда ты добавляешь виджет на дэшборд, вокруг него вот такие вот волны расходятся. То есть они, правда, это уже выпилили, но вот когда-то это появилось, и когда у Стива Джобса спросили, зачем он это сделал, он ответил «because we can». То есть это не для какой-то утилитарной цели, это просто показывает, что они крутые, больше так никто не может, и польза для продукта тут просто в том, что это вызывает у человека улыбку, желание показать кому-то, похвастаться. Вот такой в этом смысл. Еще один пример. Это я просто нашел в интернете какой-то пример анимации. Логин в какой-то программе работает вот так. Видите, галочка появилась, потом, значит, подчеркивание куда-то улетело, превратилось в прогресс-бар, разлетелось, и бац, из него собрался интерфейс. Вот. Ну, то есть если бы такое происходило постоянно, оно бы утомляло, но для логина, который ты делаешь редко, и который, как правило, сам довольно такая бесячая процедура, некое такое развлечение, конечно, добавляет радости. У меня теперь на ноутбуке появился этот самый пример анимации, вращающийся бейсбой, этот, как он, пляжный, короче, мяч для волейбола. Вот. Но когда мы говорим о шоу, надо понимать, что это что-то редкое, люди не ходят на фейерверки каждый день, если бы ходили, они бы задолбались, поэтому старайтесь такие вещи слишком дешево не отдавать, использовать пореже. Ну и, собственно, я теперь хочу перейти к основной части. Это качества, которые делают анимацию хорошей. Я их тоже выделил четыре, но на самом деле они не образуют какой-то стройной последовательности, они даже иногда друг другу противоречат, как вы сейчас увидите. Но вот эти слова помогут мне донести те мысли, которые я хочу донести. И сначала поговорим о ненавязчивости. Вот какой-то интерфейс, который я нашел на дрибле, он сделан очень круто. Видите, тут дизайнер с большим вниманием подошел ко всем деталям, иконочки там вот сверху разлетаются, собираются из всяких линеек. Но эта штука очень навязчива. Даже за те несколько поворотов этого видика, который вы уже увидели, скорее всего она успела задолбать. И если бы вы пользовались каким-нибудь твиттерным клиентом, который бы вел себя вот так, ну вы бы быстро от него устали. Другой пример — это вот личный кабинет мегафона. Если у кого-то мегафон, наверное, вы это видели, там при ховерах происходят какие-то вот такие вещи во всех элементах, там еще он при этом звуки издает, я их отсюда выпилил. Вот тоже, ну перебор, конечно же. Сейчас вот еще стало модно делать вот такие вот поля ввода, когда у них перемещается название из внутренностей куда-то там в рамочку. Тоже, когда это кто-то первый придумал, один раз сделал, это было прикольно. Распространять это везде — это просто плохой тон, это очень раздражающая фигня. То есть совершенно непрошенная анимация, как муха какая-нибудь, которая вокруг тебя летает, когда ты пытаешься работать. Вот так же вот эти вот летающие подписи никакого смысла не несут. Если посмотреть на маковский просто рабочий стол, он, вы, наверное, знаете, делится, если хочешь, на много рабочих слов. Кто, кстати, этим пользуется? Вот, я не поднимаю руку, я недавно перестал. Вот, но ты тоже долгое время пользовался, и вот когда ты переключаешься с одного на другой, у тебя вот так вот все сдвигается. И это абсолютно логично. Действительно, они образуют некую такую вот последовательность, да, и ты представляешь, что один находится справа или слева от другого. Но эта анимация очень утомительна. Когда у тебя на большом экране вот так вот целый день что-то туда-сюда ездит, это начинает бесить. Некоторые даже это себе как-то отключают или ставят альтернативные программы, которые переключаются между рабочими столами мгновенно. Как можно было бы это сделать? А можно было бы сделать вот так. То есть что тут произошло? Просто кроссфейд из одной картинки в другую. Что-то у меня как-то случилось очень быстро. То есть вот так и обратно. Здесь просто один рабочий стол чуть-чуть сдвинулся вбок, и кроссфейдом перешел в другой, и потом произошло то же самое обратно. Вот этого небольшого движения вполне достаточно для того, чтобы человек понял пространственные отношения, но при этом выглядит намного менее утомительно. Или вот пример на эпловских часах. Они показывают пульс, и раз в несколько секунд меряют его заново, и, соответственно, число обновляется. И там нарисован типа такой барабан. Ну, тут у меня зацикленное видео. Но это не настоящий барабан. То есть всегда следующим числом в этом барабане оказывается следующая цифра. И ровно та цифра, которую здесь нужно показать. Казалось бы, физика вроде как требует, чтобы мы сделали полный оборот до следующей цифры. Но это была бы слишком навязчивая анимация, и Apple здесь только лишь намекнули на вот этот барабан, и на этом остановились. Это вот хорошо. Короче, стремитесь к ненавязчивости. Дальше естественность. Вот, предположим, у вас есть такой виджет какой-то, который показывает здесь вот график цены на золото, и на нем есть кнопки «Продать и купить» где-нибудь там на сайте. Но он при этом бывает в трех состояниях. Вот в таком состоянии с графиком, в состоянии с некой подробной таблицей, и еще такой у него есть Zen-режим, где никаких данных нет, есть только здоровенные кнопки «Продать и купить». И вы решаете добавить туда анимацию, сделать, чтобы при переключении между этими режимами как-то вот не просто они сменяли друг друга, как сейчас было у меня, а как-нибудь более интересно. И как это можно сделать? Ну, можно сделать просто фейд, можно какой-нибудь вот такой эффект уременить, можно сделать круги на воде, как на дэшборде было. Но программисты мне предложили вот так вот поворачивать его, чтобы увидеть, что якобы с другой стороны у него какой-то другой вид. Со всеми этими вариантами, или вот такой еще я нашел в кинноуте, проблема. Они все противоестественные. Это все просто какая-то анимация, которая добавлена сверху к двум состояниям. При этом все кадры этой анимации ничего не знают о том, как устроен этот объект внутри, и выглядят просто каким-то дополнительным декорационным эффектом. Естественно, пользователя он начнет очень быстро раздражать. Каждый раз, пока эта анимация воспроизводится, человек будет думать, блин, ну давай уже быстрее, мне бы посмотреть эту таблицу про золото или что-то еще. А вот хорошая анимация, как могла бы работать. Посмотрите внимательно, что происходит. Значит, вот в переходе из первого состояния во второе, я вот его специально замедлил, у нас график превращается в такую тоненькую полосочку, название просто поднимается, а подпись под названием превращается в таблицу, кнопки стоят на своем месте. Если посмотреть на следующий переход, там вот что происходит. Таблица просто вот так вот скукоживается и исчезает, верхняя строчка куда-то там исчезает за верхним краем, а здоровенные кнопки просто приезжают из-под низу. То есть в этих всех примерах анимация была связана с тем, как этот предмет устроен внутри себя. Это вот календарь Envy, автопрокат на Гавайях, для которого мы делали сайт, и один из элементов на этом сайте — это вот такой календарь, в котором человек выбирает, с какого по какое число он хочет себе взять на прокат машину. И тут вот внутри есть такая шапка с днями недели, и, собственно, при прокрутке календаря она подвисает, а все числа скролятся. Ну и часто на сайтах появляются всякие подвисающие шапки, но иногда то, что в этих шапках происходит, отличается от того, что… когда шапка подвисает, отличается от того, что происходит в этой шапке, пока она еще не подвисла. И вот в момент, когда она уже должна подвиснуть, происходит какой-то переход. Иногда его делают скачком, иногда какой-то анимацией, но очень часто эта анимация выглядит очень навязчиво и обращает на себя внимание. Вот тут мы сделали вот таким вот образом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на линейку, которая отделяет дни недели от, собственно, чисел. В состоянии исходном она находится… она идет не от края до края, видите, поскольку это все как бы один лист, и по нашим всяким бюрошным дизайнерским правилам мы не делаем линейки от края до края в контейнере, если это один контейнер, и мы воспринимаем это все как один какой-то кусок информации. Потому что, как говорит Артем Горбунов, воздух на странице должен циркулировать. Но при этом в тот момент, когда эта шапка подвисает, у нас эта ситуация меняется, потому что у нас нижняя часть скроллится, это один элемент, а верхняя часть подвисает, и это другой элемент. И поэтому мы сделали, чтобы не было вот этого скачка, что линейка то есть, то короткая, то длинная, она у нас просто вот так вот вырастает за то время, пока дни недели поднимаются, и, наоборот, скукоживается за то время, пока они опускаются. И это вот пример анимаций, которую большинство людей даже не заметят, люди бы просто заметили, если бы она была рваная. То есть она здесь нужна не для того, чтобы поразить чье-то воображение, а просто для того, чтобы придать естественности этому движению. Следующая мысль касается согласованности. Что такое согласованность? Ну, если коротко, то это требование к анимации, чтобы она выполнялась одним движением. Вот пример несогласованной анимации. Это тут, к сожалению, сейчас плохо видно цвета, но, наверное, видите, что там есть три таких белых полоски. Это бутербродная некая иконка в приложении, из-за которой выезжают всякие дополнительные пункты меню. И когда на нее нажимаешь, и это бутербродное меню выезжает, она превращается в крестик, чтобы это меню закрыть. И вот как она это делает. Ну, вроде все логично, но анимация не согласована. Здесь есть три движения, в каждой из которых какое-то самобытное в своем направлении. Сначала верхняя и нижняя полоска превращаются в точки, потом из них возникает вертикальная, и потом это еще все поворачивается на 45 градусов. Очень натужно, непонятно, кому это надо. И вот мне повезло найти пример точно такой же анимации в другом месте, которая как раз сделана, согласована. Как превратить три полоски в кресте к одним движениям? Вот так. И это в сто раз круче. Вот еще хочу вернуться к этому виджету. Такой нюанс. Вот тут есть в состоянии с графиком и в состоянии с таблицей такая вот строчка «ounce to US dollar». Это в чем измеряется конкретно вот этот биржевой инструмент. Вунцекс к доллару. И в режиме с графиком он вот так вот стоит в подписи просто частью строки, а в таблице он идет, видите, там какой-то вообще четвертой строкой. И может возникнуть соблазн сделать как-нибудь вот так, чтобы при анимации эта строчка перелетала в свое новое положение. Это кажется очень логичным, но это выглядит плохо. Анимация рассогласовалась, и тут возникло какое-то лишнее движение. Все ездит вверх-вниз, а эта строчка вдруг зачем-то ездит влево-вправо. Это сразу обращает на себя внимание. Кажется, что это что-то самое важное. На самом деле это абсолютно неважно. То есть эту анимацию паразитную нужно замочить. Ну, то же самое в следующем переходе. Может быть, кто-то из вас задался вопросом, когда я его показывал в деталях. Вот там, видите, снизу есть кнопки маленькие, а в дзен-режиме они большие на весь виджет. И очень хочется первое желание сделать, чтобы эти кнопки при переходе просто увеличивались, занимая всю вот эту часть. Но смотрите, что происходит, если так сделать. У нас снова появляется рассогласованная анимация. Верхняя часть виджета как-то по вертикали скукоживается, а вот эта штука по диагонали. Снова это выглядит сложнее, чем надо. И мы так делать не захотели. И, собственно, вся анимация вместе у нас получилась вот такая. То есть кнопки просто выезжают из-под низа, видите? А маленькие, они там стоят на месте, как бы закрытые большими. Еще хуже было бы, если бы мы захотели вот эти надписи sell и buy отдельно анимировать внутри своих вот этих фонов, там цифры как-то отдельно увеличивать. То есть вот это все разные элементы анимации происходили бы в каких-то своих измерениях. Это бы раздражало. Для обеспечения согласованности самый крутой прием — это вот такая бленд-анимация, когда у вас есть просто исходное положение, конечное положение, и вы просто кроссфейдом переводите одно в другое, параллельно изменяя размеры элемента. Она кажется совершенно неестественной, потому что она действительно ничего не знает про то, что там внутри, но зато она идеально согласована. Внутри нее все движется абсолютно одинаково, ничего не обратит на себя внимание своим каким-то отступлением от общего движения. И для разработки очень важное качество этой анимации в том, что она может быть посчитана очень быстро. Для нее не нужно вообще ничего пересчитывать в смысле верстки, потому что на самом деле мы можем относиться к каждому из этих прямоугольников просто как к какому-то куску, к которому можно CSS какими-то трансформациями просто вот это все сделать. И это все посчитается видеокартой на самом медленном айфоне, будет работать плавно. Ну и, собственно, кстати, об айфоне. Кто знает, что происходит, когда вы поворачиваете айфон на бок? Ну, то есть вы, наверное, знаете, что происходит вот так. Но что конкретно там происходит? Вот смотрите такой вот замедленный видос. То есть тулбар вот этот сверху и клавиатура один в другой превращаются просто блендом и с изменением размера. И в промежуточных кадрах они просто вот так вот накладываются друг на друга, и там появляется даже какая-то грязь. Но это происходит очень быстро, и пользователь этого совершенно не замечает. Для разработки это намного проще. Ну, то есть это и для дизайна намного проще. Дизайнеру не нужно придумывать, как эта клавиатура устроена во всех возможных размерах. Достаточно нарисовать только два крайних. И для разработки намного проще. Если бы у вас эта клавиатура была сверстана какими-нибудь элементами HTML-ными, и ей бы нужно было за время поворота, не знаю, 60 раз в секунду пересчитываться, но далеко не на каждом устройстве эта бы штука успевала нарисоваться. А такая штука делается очень легко и всегда хорошо работает. Ну вот еще пример какой-то рассогласованной анимации. Тоже где-то нашел на каком-то дрибле или чем-то таком. Вот смотрите, что здесь происходит. То есть снова видно, что дизайнер вложил тут много внимания, всяким деталям уделил и так далее. Но в итоге получилась какая-то очень расхлябанная, разболтанная анимация. И если бы при первом запуске такого приложения у вас бы как-нибудь вот так прикольно собрался в интерфейсе с деталей, это было бы, может быть, интересно, как такое шоу. Но если это плеер, и вы им, например, пользуетесь каждый день регулярно, ну, вас он просто достанет, нельзя так делать. И, наконец, чистота. Мы вот сейчас посмотрели, как поворачиваются заметки. Но там нам повезло с этим лендом, с растягиванием, потому что у нас в этих заметках не было никакого текста. А что, если у нас в середине экрана куча текста? Вот это на примере почты. Интересно, что текст вот еще написан черным по белому. Соответственно, если вот его начать вот так вот растягивать, как-то быстро это не делать, все равно пользователь заметит. Причем ясно же еще, что и в начальном, и в конечном положении там будет один и тот же текст. То есть первые три строчки вообще совпадут буквально, и только четвертая будет отличаться из-за того, что в третью строчку войдет больше слов. Поэтому если у нас будет текст растягиваться сам поперек себя, ну, это прям сразу будет видно. Вот что происходит при повороте почты. То есть совпадающая часть, вот та, которая при маленькой ширине экрана, она просто кроссфейдится одна в другую. В результате первые три строчки просто остаются на месте, а четвертая как бы кроссфейдится из одной в другую. А вот то, что происходит там справа, это вообще какая-то магия. Пока Apple это не показали на VVDC, я вообще даже бы догадаться не мог, что так бывает. То есть это вот реально прием из серии, а что так можно было. Если убрать вообще поворот и посмотреть только на изменение размера, то вот как выглядит эта анимация. И если бы вы это просто в HTML сверстали каким-нибудь таким вот текстовым контейнером, у которого вот так изменяются размеры, то эта бы штука работала медленно, но по крайней мере неэффективно. То есть вам нужно было бы при каждом изменении размера заново пересчитывать этот элемент. Но ладно бы, беда была только в этом. Это бы еще и выглядело бы хреново, потому что у вас при всей этой анимации постоянно бы по одному слову все перескакивало на следующую строку. И эта анимация выглядела бы очень грязной. То есть при повороте вы бы видели не просто поворот, в результате которого вдруг все магически оказывается там, где надо, а вы видели, что там какие-то слова куда-то сыпятся беспорядочно, и это бы очень раздражало. Вот еще раз смотрите, что происходит, если все-таки смотреть с поворотом. То есть оно даже не вокруг центра экрана вращается, и этого никто не замечает. То есть вот я прям хочу обратить ваше внимание на этот прием, что комбинация из бленд таких может не только намного быстрее работать, но и намного лучше смотреться. И многие дизайнеры вообще об этом не догадываются, поэтому будет круто, если об этом будете догадываться вы. Еще пример мелкой анимации Лавишустринга. Это вот мы делали сайт компании, которая продает антиквариат, и это корзина. То есть тут уже человек добавил какие-то пару предметов. Здесь вот он заполняет адрес доставки. Я очень люблю всегда делать адрес доставки прямо в корзине, чтобы можно было сразу посчитать окончательную стоимость, а не превращать это в какой-то путь из 15 шагов. И, собственно, финальная кнопка здесь вот внизу сразу с ценой. Вот. Ну мы вот так нарисовали и добавили сюда еще вот такой вот черный этаж. Это некие рекомендации, что еще можно купить, что подойдет к тем товарам, которые ты отложил. Такой способ увеличить средний чек человеку. Вот, нарисовали, но проблема в том, что на реальный экран влезет примерно вот столько, и вся наша вот эта красота, которая должна вроде как увеличить средний чек, нифига не войдет в экран, и человек ее не заметит. И мы тогда придумали такой фокус, что наша вот эта форма, в которую человек записывает свой адрес, она сворачивается до одной строчки. И в таком случае, хотя бы в той ситуации, когда у человека только один товар в корзине, то есть когда он первый раз туда попал, добавив что-то, он сразу же увидит вот эту хотя бы часть черного элемента и догадается, что можно проскролить и что-то посмотреть. Ну и, собственно, нам нужно было сделать, чтобы при клике вот в эту строку поддельную, на самом деле за ней целая форма скрывается, у нас эта форма разворачивалась. И вот как мы это сделали. Чик, развернулась форма. Ничего сверхъестественного, снова, как вот в том примере с календарем, мы совершенно не пытались этой анимацией ничьего воображения поразить, просто хотели сделать вот этот аккуратный момент, когда форма распахивается. Если бы она мгновенно вдруг развернулась, это могло бы немножко дезориентировать. И тут у этой анимации совершенно прагматическая задача, то есть это нужно было просто для того, чтобы вот этот вот продажный наш этаж хотя бы чуть-чуть влез в экран. Но анимация вот эта получилась, смотрите, вот такой. Но сначала она у нас была вот такой. И вот не знаю, кто из вас заметил разницу, но вот эта версия выглядит более грязной. Сейчас я попробую воспользоваться контролами видео, если мне даст эта штука. А, ну-ка, может я вот так смогу? О, да, смотрите. Нет? А, да, вот видите, когда я сюда нажимаю, там поверх того, что у меня было, разворачивается большая версия этой формы, и в промежуточных кадрах у нас возникает вот эта грязь, которую, ну, если один раз увидел, развидеть невозможно. То есть у нас поверх слово name вылезает еще одно слово name, но как-то скукоженное. Здесь вот есть линейка, которая была зачем-то, пока она гаснет, поверх нее вылезают две линейки, как бы вокруг нее, и потом она исчезает. Короче, это выглядит неприятно. То есть если еще раз посмотреть, ну-ка, видите, фигня. А вот как получилось у нас в результате. Сейчас еще раз попробуем показать, что происходит в результате. Вот в момент, когда мы кликаем, слово name прям сразу превращается в окончательное, адрес вообще пропадает безо всяких там эффектов. Но после этого вот эта линейка, она и все, что над ней, она экранирует всю анимацию, все, что там происходит под ней, вообще не видно. А из-под низу только выезжают все вещи, которые должны выехать. А вот эта вот часть линейки, которая на самом деле потом оказывается не нужна, она просто фейдом гаснет. Мы ее сначала хотели не фейдом гасить, а типа вот так вот уводить направо, ну чтобы она более логично, она же типа укоротилась. Но оказалось, что это сразу создает рассогласованность. То есть видно, что все поехало вниз, а она зачем-то поехала вправо. Вот, то есть еще раз, видите, вот как надо. То есть просто некоторое внимание к детали делает так, что пользователь не заметит, что кто-то вообще про это думал. И вот так и надо делать. Вот, и это было про чистоту. Собственно, вот эти все слова, которые сюда выписал, они находятся в очень странных отношениях, потому что иногда именно рассогласованность сделает анимацию навязчивой, а иногда бывает, что для того, чтобы анимация получилась более согласованной, ее надо сделать менее естественной, или чтобы она стала более чистой, ее надо сделать менее естественной. То есть это просто такие слова, которые я хочу, чтобы вы взяли как-то в свой обиход и могли к своей анимации применить и понять, что с этим у вас происходит. Потому что, если, например, дизайнер, с которым вы работаете, не знает об этих деталях, и вы что-то для него сделали, он вам может сказать, ну, блин, надо как-то, чтобы плавнее было. А вы уже идеально плавно сделали, у вас там 100 кадров в секунду. А он говорит, нет, надо плавнее. Надо, чтобы вы понимали, что он, скорее всего, просто не знает, что хочет, а вы, типа, такие раз, знаете, и сделали ему клево. А на самом деле нужно было просто забить на то, что он просил там честно все кадры просчитать, поставить бленд, и вдруг окажется, что теперь все плавно. Ну, хорошая анимация, в смысле, анимация, как мы уже сказали, делится на такие вот четыре уровня воздействия, и они тут расположены в порядке от самого важного к самому незначительному. И, ну, на самом деле, вот, например, ой, я сбился с кадров. На самом деле, вот, внимание мигающим курсором научились привлекать еще на всяких черно-белых экранах, когда еще вообще даже ни графики-то никакой не было, ни то, что анимации. Объяснять с помощью анимации научились тоже на самых-самых медленных компьютерах, еще когда только первые графические интерфейсы появились. Например, окна, когда сворачивались, от них сворачивалась только рамочка, а окно исчезало сразу, потому что не хватало железа, чтобы просчитать все эти промежуточные кадры несколько раз в секунду. Но для объяснения этого уже хватало. Для реалистичности понадобилось еще сколько-то лет, да, Стив Джобс с этим айфоном вышел, и вот его там еле-еле хватало, чтобы было ощущение, что ты на самом деле двигаешь список контактов или музыки. И то он иногда подтормаживал, но, в принципе, хватало. Но когда мы доходим до уровня шоу, то у нас требование к качеству возрастает. И, в принципе, важно понимать, что шоу — это то место, где мы не можем себе позволить небезупречность. То есть шоу должно быть безупречно. Если вы не можете его сделать таким, чтобы там все работало вот прям совершенно так, что ни к чему не придерешься, то очень часто лучше от него отказаться вообще, потому что если в шоу останутся грехи, то это будет все, что запомнят из него зрители, а весь ваш остальный труд окажется не так уж и важен. Поэтому лучше просто взять свой опыт, который вы набрали, пока это все отлаживали, и применить его в каком-то следующем проекте или просто в следующей версии этого же. Ну, собственно, это моя почта, сайт, твиттер, телеграм, смотря откуда докуда смотреть. И я готов ответить на вопросы. Отличный доклад, мне очень понравился. И я хотел бы набросить немножко такую задачку для тебя и попросить решения. В общем, представь себе слева колонка. Например, с навигации, с меню, неважно с чем. А справа контентная часть. То есть там находится основной текст. Получается, что у пользователя существует возможность эту левую колонку как бы сжать, чтобы освободить больше места для контента. Соответственно, контент и его свободное пространство зависит от вот этой вот плашечки. Встает вопрос. Как ты знаешь, и как ты уже сказал, в вебе, если менять ширину вот этого контента, слова начнут прыгать, переноситься, и вот это вот вся вот, да, это некрасиво. Более того, это непроизводительно. Да. Вот. И в связи с этим вопрос. Как все-таки лучше в данной ситуации анимировать эту левую колонку? Стоит ли ее вообще анимировать? Или стоит сделать просто резкое схлапывание? То есть, грубо говоря, нажал на бутерброд или стрелочку, эта штука сразу же сузилась, и получается контент сразу же скачком увеличился. Вот такой у меня вопрос. Ну, тут могут быть кучи разных решений. То есть, во-первых, если это какая-то временная штука, она может вообще поверх всего выезжать, как часто делают, и как бы закрывать с собой левую часть контента, если просто тебе нужно выбрать что-то из нее. Нет, к сожалению, нужно, чтобы это именно влияло на штуку. Вот. Если ей нужно все сжать, то, собственно, ну, опять же, как сжать? То есть, может быть, если можно просто все пропорционально уменьшать, увеличивать, то эта проблема решит. Правда, тогда немножко рассогласованность возникнет, потому что эта штука двигается по горизонтали, а эта как-то по диагонали. Но это, может быть, не очень страшно, надо посмотреть. Ну, и, наконец, да, есть вот этот фокус, который Apple придумали для поворота, когда у тебя просто кроссфейдится одно в другое, и, ну, там какие-то остатки сбоку раскукоживаются. Можно тоже, наверное, попробовать как-нибудь сделать. Просто такая реализация вебе, она довольно трудна. А я что-то вот не уверен. Там же... Ну, то есть, я бы попробовал. Ты обещал мне это, не говори, что технические нюансы ты знаешь лучше нас, поэтому поверь на слово. Душе. Вот. Ну, то есть, а решение с моментальным склапыванием, я так понимаю, ты тоже как бы не противишься такому решению, правильно понимаю? Да я не знаю, ну, просто как бы если мы же тогда теряем понимание того, куда что пропало, то есть это некая полезная анимация, которая тебе связывает, что, ага, эта штука живет за левым краем экрана. Как раз таки она не уходит ни за какой край экрана, она просто сужается, чтобы высвободить место для контента. Ой, то есть я сейчас подозреваю, что ты говоришь о вот этом ужасном паттерне, когда у тебя есть на экране, например, 1200 пикселей слева полноценный какой-то сайдбар, а когда ты делаешь тысячу, у тебя стоит столько иконки. Решение. Никогда так не делать, это говно. Я так и думал. Я так и думал. Спасибо большое. Да, тут вот еще несколько вопросов. Илья, спасибо за доклад. Очень вообще правильный, полезный. Спасибо. У меня, может быть, не вопрос, сколько такое хочется услышать историю. В общем, я там увидел очень много материал-дизайна, который был представлен, не знаю, года три, что ли, назад. Он как раз вот про эту естественность, согласованность. И в андроиде это все там так между собой очень хорошо сейчас переключается, анимируется. Ты так пожал глазами, ты удивлен. Нет, но там-то, по-моему, как раз кругом расколбас какой-то. То есть все очень плавно, они наконец-то научились, но еще не поняли зачем. И у них просто все летает, куда попало постоянно. Ну, не знаю. Я вот не могу так сказать. Вот как раз те примеры, которые ты показывал, они такие гипертрофированные материал-дизайн, когда полный расколбас. Но в их, например, не знаю, если взять гугловое нативное приложение, там все довольно минималистично. И они очень строго придерживаются своим же гайдам. В общем, у меня просто вопрос. Давай пропустим вот эту часть. У меня просто вопрос. То есть эта концепция появилась вот уже, я могу ошибаться, но год три назад. У нее вот есть какое-то развитие. Я просто не сильно слежу. И интересно как-то, появилось ли у нее какое-то развитие. Или там есть ли какая-то критика. Или вот что-то типа, как бы все сказали, ага, круто, и начали применять. Или сказали, нет, у вас там все неправильно. И только мы вот там крестики, которые, ну, как меню, из которых крестик превращается, это круто, мы возьмем и все остальное, ну, его нафиг. Слушай, прости, я не понял в чем вопрос. А кто из твоей массаж? Кого? Ну да, но тут вот то, что ты показал, это я видел три года назад на Google.io на презентации. Вот, и хочется узнать. Ты как бы мне говоришь, ты лох, я это уже знал. Не, нет. Ты показал часть, и мне интересно, это вот то, что они тогда показали, у этого есть какое-то развитие? Ну, просто вот ты показал виджет, он очень крутой. Проблема с закрытыми вопросами не только в том, что ты на них ничего полезного не получишь, но и в том, что человек, который отвечает в тупике, ну, типа, есть какое-то развитие, ну, есть какое-то развитие, естественно, прогресс идет. Все, ладно. Прости, пожалуйста, но я правда, если бы я знал, что тебе толково сказать, я бы не стал скрывать, ну, прости. Спасибо. Ну вот, да. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Взглаживание движения анимации использовать экспоненциальную функцию или квадратичную? Я думаю, что надо посмотреть просто, что приятнее смотрится. То есть тут это самое. Ну, то есть в любом случае нам нужно, чтобы физика была похожа на физику, но как бы может оказаться, что где-то просто приятнее будет смотреться что-то другое. У меня вот в начале доклада была, я не знаю, как сейчас к этому вообще прийти, может быть. Да, вот была вот такая штука, где, значит, сейчас помигает курсор, а потом выпрыгнула вот эта иконка в доке, и кто пользуется Mac, знаете, что она не так прыгает. Вот неправдоподобно. Но почему-то у Keynote вот этот эффект прыжка, он вот не такой, как в маковском доке. Я не знал, как в другой вставить. Ну, сразу кажется поддельным. Но просто посмотреть и сделать, чтобы выглядело так, что как будто по-другому и не может быть. То есть вы когда проектируете интерфейсы, вы задаете анимации, там не смотрите, какие там сглаживания производятся линейно, нелинейно или какое-то другое? Я просто, ну вот я в последнее время пользуюсь принципом. Есть такая очень классная программа для анимации. Там можно прям за усики подергать вот в этом графике, прям вообще забить на формулу, посмотреть, как смотрится. И как раз у тебя какие-то элементы тяжелее, какие-то легче, и ты можешь захотеть им разную вот эту инерцию задать. Кстати, не все знают, что, например, в айфоне у всяких скролируемых списков есть трение об поверхность, по которой они ездят, разное. И если вы, например, зайдете в список контактов и скролите со всей силы, они укатятся дальше, чем если вы ровно с такой же силой проскролите какую-нибудь веб-страницу в Safari, потому что у нее больше трение. Спасибо. Это вообще не касалось вопроса, но просто вспомнил. Забавный факт. Спасибо большое, Илья, было очень интересно. Два мини-вопроса наоборот. Просто ты не был на докладе Google.io, поэтому тебе было интересно. Да. Так-то… Даже не думаю, повезло мне или нет. Вы бьете дизайнеров? Что? Приходит новый дизайнер с резюме… Я правда не расслышал, я понял, что это смешное. Вы бьете дизайнеров? А, я нет, я за мир. Нет, просто мне интересно, приходят чуваки, вот все хорошо, но только вот у него иконка вот так вот сворачивается, что там улетело, повернулось, развернулось, и вы такие… Ну, просто говоришь, блин, чувак, что-то у тебя тут как-то слишком много всего происходит, ну, спокойь, пожалуйста. Ну, хорошо. А вообще я хотел другое спросить. Можно, наверное, предпредпослед… Ну, я должен был начать как-то приятно. Предпредпоследний слайд вроде бы. Там, где у тебя четыре штуки, ой, четыре слова, развернулись по линии. Да, это ужасная анимация, так сделал кино, вот я не виноват. Вот это, да, ты имеешь в виду сейчас? Да, просто у меня… Я все, я прям думаю, какой классный доклад, классный. А потом так раз, и что, про согласованность чувак рассказывает? Да. Типа… Ну, вы поняли, да? Кружку в студии. После этого доклада мне показалось, что они, наверное, влево уедут, и блендом правильно появится линия. Вот. Я так рад, что вы меня слушали, офигеть вообще. Ну, все, это мой вопрос был, спасибо. Да, спасибо. Ну, это совершенно точное наблюдение, на самом деле. Причем интересно, что я себя на этом как бы не поймал. То есть я каким-то подсознательным этим самым чувством подумал, что как-то оно криво, но вот пропустил. А оно реально так делает Keynote, если ему поставить magic move, у него есть такая функция, когда он все элементы, которые есть и на том, и на другом слайде, просто перемещает. И вот он вот так вот сделал. Козлина. Илья, спасибо за доклад. Я обратил внимание, что коллеги хотят кто-то решить свою задачу, да, посредством, так сказать, бесплатного совета от Ильи Бирмана. Кто-то хочет троллить какими-то техническими вопросами. Нормально. Я постараюсь задать вопрос по существу. О, это смело. Я знаю то, что вы в бюро Артема Грабунова делаете, очень любите делать всякие гайды, всякие правила, принципы, да, построения верстки экранной, например. Вот прекрасный доклад был. Планируется ли на его основе сделать какой-то понятный простой гайд, то есть в том же ключе, в котором, в принципе, вы любите. Я думаю, что это было бы очень полезно. Ну, я что-то так сходу пока не знаю. Ну, то есть, наверное, можно какой-нибудь совет написать по следам многочастный. Но я, наверное, пока не думал. Ну, то есть, естественно, мы, когда какие-то знания сводим в систему, мы их потом используем в куче разных форматах. И на курсах, и в книгах, и в советах, и где угодно. То есть, ну, наверное, и это как-то используем. Ну, пока конкретнее не знаю, что сказать. Ну, ладно, в принципе, ответ понятен. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос такой, достаточно очевидный, простой, но тем не менее. Как часто и как много стоит использовать анимации, возможно, как вы часто ее используете? Исходя из вот этого. Ну, то есть, курсор мигает всегда, да? Трудно себе представить интерфейс, в котором есть текстовый курсор, и он не мигает. Ну, то есть, это просто невозможно пользоваться будет. Если у вас хоть какой-то элемент имеет хоть какие-то пространственные отношения с другими, то очень трудно себе представить интерфейс, в котором он не будет куда-то уезжать, выезжать или там как-то из чего-то разворачиваться в современном мире, это странно. Ну, и так далее. То есть, дальше, если это что-то, к чему вы прикасаетесь, то многие из этих вещей пользователь даже не воспринимает как какую-то анимацию. То есть, если вы скролите список на айфоне, никто не воспринимает, что это анимация. Он просто вот его подвинул, как он мог бы любой лист бумаги подвинуть. Конечно, это надо делать, иначе, ну, просто выглядит все очень дубовым и иногда непонятным. Что касается шоу, то, ну, вот место шоу, оно ровно так же, как в жизни. То есть, каждый день со всех сторон вокруг тебя оно тебе не нужно. Если ты пришел посмотреть шоу, или ты пришел куда-то, и там вдруг что-то началось с шоу, я бы мог начать свой доклад с какого-нибудь там, не знаю чего, я зануда, я не умею придумывать веселые штуки. Ну, значит, тоже было бы, наверное, прикольно. Да, но как бы это по чуть-чуть, иначе обесценивается. Вот, а вот то, что сверху, оно важнее, то есть без него никуда. Илья, здесь слева я. Привет. Спасибо за доклад. Вот вопрос такой. Очень мало вещей приходится перенастраивать на своем маке с точки зрения интерфейса. Ну, в частности, две вещи ты недавно в своем блоге назвал, да, а мне стало интересно в свете того, что ты показал анимацию того, как, значит, программа у нас сворачивается в док. Неужели не отключаешь? То есть, тебе кажется, согласовано? Как вообще оценишь эту анимацию? Никогда не обращал внимания. По-моему, ну да, вот, ну как, еще, типа, раз, ну да, норм. Не, ну, есть люди, которые отключают еще на айфоне анимации, когда у тебя иконка разворачивается в приложение и обратно, типа, ну, мне кажется, это абсолютно естественная штука. Кстати, иконка в приложении и обратно в иконку тоже блендом превращается, и ничего страшного. Никто не пытается там из кусочков иконки, нарисованной карты на иконке гугля, нарисовать настоящие улицы, которые там у тебя. Спасибо. 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 Спасибо.